добрый день дорогие друзья с вами юрий олешников профессиональный исполнитель на гитаре сегодня я буду делать видео обзор классической гитары алямбра испанская фабрика модель зенейчер к в езэ что обозначает эта аббревиатура собственно зенейчер это название модели такая модель не существует без датчика вот эта модель езэ это значит с датчиком и c w это вырез котовой у меня есть уже тест записанный зенейчер полностью гитары без подключения но без выреза да то есть полноразмерной полноценной гитары что ли поэтому я много характеристик не буду здесь приводить можете посмотреть если что акустическую версию этой гитары значит единственное что хочется отметить здесь поскольку есть вырез доступ к верхним позициям более комфортный соответственно подразумевается что вы с этими позициями будете работать поэтому здесь есть метка на пятнадцатом ладу такой интересный момент метка на пятнадцатом двенадцатом девятом седьмом пятом и третьем ладу это придает удобство когда у нас скачки партии или в номере непосредственно концертном так при можно сказать что это самая бюджетная из линейки гитар альгамбров с датчиками датчик здесь стоит классика 2 ну такой тоже в бюджетный достаточно датчик здесь есть бас и верхние частоты до настройки то есть нет средней частоты вот например на гитаре 3c kv-e1 там датчик стоит классика м насколько я помню и вот там есть уже еще средней частоты можно выводить как бы делать громче тише мы сегодня протестируем эту гитару с микрофонами в акустической версии потому что нас вырезаны она будет звучать немножко по-другому кроме этого мы сделаем сразу тест через direct box при этом мы не будем использовать никаких при украшивании то есть у нас только динамическая обработка звука используется вот и соответственно послушаем датчик в среднем уровне вы выведя его давайте начнем самого начала сначала акустически как это звучит через наши стандартные микрофонные и сделаем наши стандартные тесты круто и 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 То есть очень хорошая гитара, крепкая Давайте теперь послушаем Как инструмент будет звучать в линию На датчике здесь у нас есть еще тюнер То есть мы можем подстраивать инструмент Просто на сцене Например, мы когда выходим И играем в каком-нибудь составе большом То, конечно же, проще играть На такой гитаре с датчиком Потому что зачастую бывает такое что не хватает времени качественно отстроить микрофон под живой инструмент и и бывает такое что просто гитара выпадает из коллектива а когда у вас есть вот этот сигнал вероятность того что вас услышит гораздо больше давайте сейчас сделаем все тесты я выставил все в ноль здесь и давайте послушаем а 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 то есть вот я сейчас играл ординарио сульпантичерис ультаста последний тест и это все есть в пьезодатчики которые здесь установлен то есть он все ловит хороший момент такой потому что все-таки в недорогих датчиках зачастую бывают провалы да как бы не отражают они всю краску инструмента до что ли вот здесь хорошо это все озвучено вот и в принципе ну как бы понятно что настроек здесь мало что очень ну как бы большую часть настроек вам нужно будет делать на пульте то есть это вот как бы как данность здесь но тем не менее например если я немножко уберу верхнюю частоту и немножко добавлю басок то есть я так думаю что сейчас инструмент зазвучит по-другому давайте послушаем изменилось что на самом деле изменилось и частотки гораздо ближе классики на стали еще давайте послушаем насколько микрофон у нас снимает удары по декам потому что гитару можно использовать в принципе для фингерстайла давайте послушаем датчик стоит здесь поэтому все что касается вот этих ударов конечно же их у плоховато слышно вот здесь удары есть то есть если например тамбурин будет дата тамбурин конечно услышат да или какие-то вот эти вот бочки вот здесь же но пожалуй что нужно друг другую гитару если у вас здесь будет много ударов то есть инструмент больше подходит именно для инструментальных произведений без перкуссии я так скажу стоит отметить что здесь у нас расположение джека не в этой части как у многих гитар да то есть вот здесь получается у нас неудобно например сидя играть здесь расположение немножко ниже поэтому играть вам будет сидя именно комфортней вот ну стоя понятно что можно играть с любой с любым креплением поэтому это добротный инструмент и его можно рекомендовать для рассмотрения если вы играете в каком-то ансамбле или выступаете на сцене большой где требуется уже на улице например выступаете и требуется сигнал непосредственно через диритбокс на пульт в конце видео я хотел бы поблагодарить компанию лютнер официального поставщика гитар алгамбра в россию за предоставление инструмента для теста